Мы хотим быть открытыми и понятными. С таких слов началась встреча губернатора Игоря Кошина с представителями СМИ. На ней присутствовали сотрудники газет «Выбор.Нао» и Нарьяна Виндер, журналисты из филиала ВГТРК «Поморье». Встреча проходила в студии нашей телерадиокомпании. Мои коллеги также приняли в ней участие. Алина Ваучейска продолжит тему. Тем для обсуждения масса, субсидий местным производителям, административная реформа и развитие Ниньского округа в целом. Во вступительном слове Игорь Кошин отметил, что 2015 год начался с резкого изменения экономической ситуации в мире и нашей стране. Также глава региона еще раз напомнил, что бюджет Ниньского округа – это монобюджет, и доходы региона целиком и полностью зависят от ситуации на нефтяном рынке. Бюджет региона на 2015 год формировался с учетом цены на нефть порядка 100 долларов за баррель. Сегодня эта цифра почти в два раза меньше. Губернатор подчеркнул, что в новых экономических условиях Ниньский округ недополучит часть доходов, которые планировалось получить ранее. Поэтому все силы нужно направить на оптимизацию расходов. Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы должны считать каждый рубль, мы должны быть эффективными, мы должны отказаться от неэффективных расходов, мы должны отказаться от массы убыточных вещей и от не очень, скажем так, умелых управленцев. В связи с этим подписан антикризисный план, который сегодня реализуется, и, собственно говоря, о его реализации мы можем, если интересно, поговорить более подробно. Главная цель, которую мы хотим достигнуть, собственно говоря, это то, с чего я начал. Главным человеком в округе должен стать не чиновник, а человек, производящий и созидающий что-либо. На сегодняшний день у нас основные рабочие места у нас заняты непосредственно либо в чиновничной сфере, либо в бюджетной сфере. В бюджетной сфере тоже очень хорошо, но мы должны расширить производственную сферу. В ходе встречи Игорь Кошин еще раз подчеркнул, что предприятия, которые получают субсидии из окружного бюджета, должны работать не просто эффективно. Задача – снизить убыточность. В условиях новой экономики нужно будет затянуть пояса и направить все силы на повышение производительности. Глава региона возмущенный тем, что за годы стабильности все окружные учреждения привыкли в финансовые дыры латать средствами из окружного бюджета. В сегодняшних реалиях это стало невозможным, предприятия должны сами учиться зарабатывать деньги. Что касается руководителя любого предприятия. Но если человек руководит предприятием, он же туда приходит не просто зарплату получать, он же должен готовить стратегию развития предприятия. Потому что государство, к сожалению, неэффективный собственник. И многие предприятия у нас в округе, они становились государственными только ради одного. Чтобы туда была возможность, законная возможность, предусмотреть средства в окружном бюджете и загнать на это предприятие. Вот, собственно говоря. Но ведь руководство предприятия же должно внимательно смотреть, чем оно сегодня занимается, на чем оно зарабатывает, с чего оно платит заработную плату и где ему необходима помощь. Вот засыпать деньгами и тушить костер мы больше не будем. Те руководители, которые неэффективны, они будут заменены. И этот процесс идет. Расширение производственной сферы – один из пунктов в стабилизационном плане. На сегодняшний день в регионе есть положительный опыт субсидирования местных производителей. Так, например, агропромышленная компания, которая ежегодно получает субсидию на молочку, в этом году увеличила надой молока. Около 40% на продовольственном рынке ненецкого округа занимают наши местные производители. И сейчас перед ними стоит задача максимума – приблизить эти показатели к 100%. Но этого пока не удается достичь из-за того, что большинство оборудования изношено. На сегодняшний день молочники заинтересованы в одном – производить как можно больше продукции. Потому что чем больше они производят продукции, тем больше они заработают. Вот это самое важное. И вчера мы обсуждали и дали поручение нашему департаменту по сельскому хозяйству, департаменту финансов подготовить еще второй вид субсидии, так называемый инвестиционный, для решения третьей проблематики – материально-технической. Потому что основные фонды крайне изношены. И такая проблема не только у молочников. Что еще касаемо производства, губернатор подчеркнул, что округ готов поддерживать сельхозпроизводителей. Но субсидировать будут только конечный продукт. Иначе эффективности этого производства не будет. Округ готов субсидировать конечный продукт. Опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали созидать. Люди должны созидать. Мы готовы субсидировать по принципу нашей молочки конечную продукцию. И я вам больше скажу, мы же и в оленеводстве, мы и изменили слегка субсидирование. Потому что, как только мы субсидируем убытки, любое хозяйство, любой производственник заинтересован в том, чтобы эти убытки только увеличивать. Но у него нет мотивации к снижению убытков. Но все равно компенсирует. Какая разница? Если убытки нарисовал, и голова не болит. Мы должны заинтересовывать в производстве большего объема продукции. Что мы с этого имеем? Продовольственная безопасность региона и сохранение рабочих мест. Что немаловажно. Как, впрочем, и строительство жилья. Игорь Кошин подчеркнул, что строить новые дома нужно не только для очередников. Нужно создавать рынок жилья для продажи. Сейчас исполнительной власти региона разрабатывается новый вид меры поддержки при ипотечном кредитовании жилья. Она призвана для активизации жилищного строительства и заключается в следующем. Ограничений нет никаких. Кроме того, обходиться населению она будет в 5% годовых. Но распространяться такая ипотека будет только на квартиры в новостройках. В ходе встречи были затронуты и другие важные вопросы. Кроме того, губернатор принял решение проводить такие собрания регулярно. Алина Вучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север».